Велосипедная или пешеходная? Дорожка на улице Ермака появилась совсем недавно. С тех пор велосипедисты и пешие участники дорожного движения не могут поделить ее. По велодорожке регулярно ходят пожилые люди, мамы с колясками и ездят дети на самокатах, не понимая, что, как и проезжая часть, велодорожка не предназначена для пешеходов. За движение по ней даже предусмотрен штраф 500 рублей. Пешеходам рекомендуется еще раз ознакомиться с правилами дорожного движения, конкретно с пунктом 4, что касается велосипедной дорожки, пункт 4.1 правил дорожного движения. Не забывать, что все-таки на Туртуаре главное это пешеходы, а на велосипедной дорожке главное велосипедисты. То есть стоит помнить об этом. И она сделана именно с той целью, чтобы пути велосипедисты и пешеходы никогда не пересекались. Дорожные полицейские уже который день подряд вынуждены напоминать ивановцам все эти простые истины. Но даже наличие экипажей ДПС не смущает пешеходов, прогулочным шагом идущих по велопути. Вы здесь часто ходите? Да, часто. Каждый день? Каждый день. А вы знаете, что вы каждый день нарушаете? А что я нарушаю? Правила дорожного движения. А я зря по этой дорожке, да? Конечно. Она для кого создана? А для велосипедистов правила. А вы? А я по голове. Пешеход, да? А пешеходы где должны ходить? Да, хорошо по ней ходить. Вот у вас рядом благоустроенный тротуар. Чистый. Многие, например, дети на самокатах, молодежь на лонгбордах и роликовых коньках думают, что велодорожка для всего, что ездит и имеет колеса. Хотя даже из названия ясно, что это не так. Кто здесь может перемещаться вообще? Я, так думаю, велосипедист. Велосипедист, да. А вы кем являетесь? Самокатером. Самокатер? У нас такого определения в правилах дорожного движения нет. Вы правила читали когда-нибудь? Дорожное движение. Ну, насчет велосипедной дорожки-то нет. Не читали. То есть в правилах у нас написано, что по велосипедной дорожке нас могут перемещаться только велосипеды. А ваш статус с законом пока не определен. Вы приравните с пешеходом. На замечания люди реагируют по-разному. Кто-то – игнором. Вы знаете, что это велодорожка, и здесь ездят велосипедисты, и здесь пешеходам ходить опасно. Особенно с маленьким ребенком. Кто-то на замечания отвечает агрессией. Эту семью попросили уйти с проезжей части для велотранспорта. Но нетрезвый глава ячейки общества вступил с полицейскими в словесную перепалку. Отказался предъявить документы и проследовать в патрульный автомобиль. Велосипедисты рассказывают, эта дорожка не раз уже становилась предметом жарких споров. Пешеходы не хотят идти по тротуару. Их будто тянет на свежий асфальт под знак. А велосипедисты из-за этого не могут ехать с нормальной скоростью. Разогнаться просто страшно. За пешеходов в первую очередь. Невнимательность пешеходов может привести к плохим последствиям, аварии, столкновению. Потому что они идут, испугаются, могут отпрыгнуть в сторону или попытаться тебя пропустить. Но в итоге прыгнут тебе под колеса и будет плачевно для обоих. Потому что скорость может быть достаточно большой. Я сталкивался лично с неадекватной реакцией. Это была женщина с маленьким ребенком. И ее доводом было то, что ей с ребенком здесь более комфортнее гулять. Потому что это более ровный асфальт, нежели чем на пешеходной зоне. Для Иванова велодорожка в диковину. Потому люди не совсем адекватно ведут себя на ней. В отличие от жителей более прогрессивных в этом отношении городов. Дело в воспитании. Или просто нужно время привыкнуть, пока сложно сказать. Вероятно, полицейским придется еще какое-то время патрулировать велодорожку. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иванова.